Смотрите, как красивенько. Два комната, три комната. Дальше домик уходить не хочется. Офигеть! Вот уже и озеро впереди. Дорога вот такая, лесная. Шикарную скидку. 30 процентов. Мы поэтому сюда и приехали. Вишня, прованс. Шикарный воздух. Полотенце, помигатор от комаров. Крывашка, ложки, вилки, ножи, кастрюли, чашечки, чайник, плита, рюмки, топки, вилки, мультиварка, кофеварка, тостер, микроволновка. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в деревне Цвелодубово у Нахимовского озера. В 80 километрах от центра Санкт-Петербурга. Это же за Зеленогорском, за Лебежьем. Приехались отдохнуть. Кстати, первый раз у нас получилось так, что для нашей большой компании есть большой дом с двумя санузлами, о чем мы всегда хотели. Потому что, когда большая компания и один санузел, ох, как это очень долго стоит в очереди, в ожидании своей очереди. Ну что, давайте внимательно посмотрим это место, посмотрим дом, территорию, ну и все остальное. А вы, как обычно, поддержите меня лайком и вашим комментарием. Погнали! Дом у нас полуторноэтажный. В этой базе, которая называется «Пять звезд», он самый большой. Здесь 240 метров заявлено. Ленточный фундамент, классический каркасник. Пойдем смотреть, что внутри. Заходим, здесь сразу зона входная, здесь плитка, тамбур. Здесь можно снять обувь, повесить соответственно одежду. Есть большое окно для меня, это плюс шторка, радиаторы отопления. Заходим, у нас получается раз комната, два комната, три комната. Вот там справа санузел, наверху еще комната зоны отдыха и кухня-гостиная. Значит, кухня-гостиная такая, знаете, друзья, специфическая. Странно, почему здесь такие небольшие окна. Например, лично для меня, хотя здесь понимаю, когда мы будем сидеть, там будет весело и на это мы не будем обращать внимание. Но почему не построили окна, непонятно. Вот это, кстати, причем бетон. То есть вот эта часть из бетона, ну как-то так специфически сделано. Здесь напротив купель и баня. Баню нужно бронировать отдельно. Стол, стулья, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Восьмой стул. Из плюсов сразу покажу, что здесь сразу выход к мангальной зоне. Открыли дверь и вышли. Он у нас уже, мангальчик работает. Этот дом очень круто укомплектован. Вот такой комплектации еще ни у кого не видел. Ну, столы и стулья есть везде. Здесь есть рюмки под различные напитки, стопки, вилки. Вот это все было разложено. Я с собой всегда, кстати, беру вот эту кружку. Я, так сказать, пивной алкоголик. Я очень люблю пиво. Это, кстати, диджаевская микрофон. Очень, кстати, крутой. Рекомендую. Тряпочка для протирки дисплеев. Ну, вот салфетница есть. То есть, все. Стол достаточно широкий. Он, видно, раскладной. Моя собака Ириска, кто не знаком. Знакомьтесь. Значит, здесь в модном цвете предыдущих лет сделана кухня. Столешница под дерево. Есть микроволновка. Есть тостер. Я периодически тостер беру с собой из дома. Люблю поджаренный хлеб. Мультиварка. Кофеварка капельная. Вот мы для нее отдельно приобрели фильтры, кофе и будем выпить. Чайник. Плита. Раковина стандартная. А, слушайте, нормально, кстати, напор воды. Прикольно, кстати, что здесь бетон. Дерево не испортится. Так, давайте смотреть. Тут понятно. Под мусор здесь доски. Ох ты, чашечки под кофе. Здесь кастрюли. Так, миски, сковородки, кастрюля. Это, кстати, очень важно, потому что на фотках это не видно и в описании тоже. Вот это радио старое, похоже. Кастрюля. Слушайте, знакомая очень кастрюля. А, нет, немножко другая я не думаю. Терка есть, френч пресс. А, нет, только здесь получается посудомой. Открывашка, ложки, вилки, ножи, икея, раритет. Это булочки. Сегодня мы будем гамбургеры делать. Домашние. Прикольный холодос, красного цвета, а не белый. А, единственно, не понимаю, почему они не смогли вот эту перевесить вот сюда, для того, чтобы было это удобно отсюда открывать. Ну, ладно. А, значит, обычный холодильник. Морозилка. Кстати, буду завтра варить суп. Кто любитель тушенки, вот рекомендую вот этого производителя. Друзья, это не реклама, это личный опыт. Вот, кто хочет хорошую говядину, там, и кильку они делают, много чего. Вот совок написано. Очень крутая тушенка, очень для любителей. welcome. Ну, вот получается, вот основная зона, вот она, есть телевизор, который, наверное, нам не нужен. Есть радио, радио ловит. Я сделал быстрый усилитель. Вот там кусок антенны, вилку вату, сразу стало все ловить. Здесь, как бы, света не сказать, что много, знаете, но мне хватит. То есть, когда еще стемнеть, здесь будет нормально. Этого хватит. Из плюса, естественно, что можно сразу вот выйти вот туда и принести вкусное мясо, овощи, все остальное. Вот входная группа. Пошли, соответственно, номера, назовем это так. Здесь большой холл. Вот по мне, конечно, пространство классно, что есть, но нерационально использованы помещения. Вот это просто проходное место, им никто не пользуется. Но, как говорится, хозяин барина, что есть, то есть. Все подписано по номерам. Две кровати раздельные. Свет, кстати, круто включать. Смотрите, вот такая штука. Блин, вообще круто. И проводка не внутренняя, а внешняя, с такими распаечными коробками. Вот знаете, так по старину сделано. Помню, где-то мы отдыхали, там тоже такое было, мне очень понравилось. Два окна. Одно окно глухое, второе окно с форточкой и открывание. Это икея. Смотрите, что здесь есть. Фумигатор от комаров. В каждом этом номере есть это. Вот это я первый раз вижу. Обычно этого нет. Достаточное количество розеток. Стандартная тумбочка. У каждого есть полотенце для лица и для тела. И белье уже все заправлено. Кровати металлические. Матрас такой достаточно мягкий. Можно будет хорошо выспаться здесь. Розетки и так далее. Здесь соответственно тут под различные вещи свои. Номер два. Здесь большая односпальная кровать. Две тумбочки прикроватные. Свет. Еще одна тумбочка. Полотенце естественно. Подушки. Вот такой шкаф. Небольшой компактный. Зеркало. Но смотрится домик очень прикольно. И тоже вот здесь розетки есть. Тут розетки есть. Вот там розетка. Там розетка. Там розетка. Фумигатор. Напишите, друзья, в комментариях, кто из вас когда отдыхал за городом видел фумигатор. Блин, вот картина вообще просто суперская. Здесь, кстати, рядышком у озера. Надо будет пройти посмотреть. И у нас смотрим еще третий номер с вами. Третий номер. Интернет. Сейчас проверим, кстати, как работает. Здесь две раздельных кровати для вещей. Вот так прикольно сделано. Не знаю, для грязных или для чистых. Ну, все, в общем, в принципе, аналогично. Разные немножечко тумбочки. Также мне нравится, что два окна. Вот можно открыть на проветривании. Можно, соответственно, так окно открыть. Тут елки, какие-то кувшинчики. Сейчас тоже прогуляемся по территории. А у нас ванная. Вот я, друзья, очень люблю, когда ванной комнаты большие. Но она просто огромная. Вы только обратите внимание, какая здесь площадь. Тут, наверное, метров восемь квадратных. Есть электрическое полотенце-сушитель. Куда повесить? Там халат и вещи снять. Такая шторочка. Мне очень нравится, что можно мыться. И вода прямо уходит в пол. Все в уровень сделано. Тут обращаю внимание, что вот санузел. Вот так плитка. Ну, очень прикольно. Грамотно они все расположили. Для девушек есть фен. Ну, у меня, видите, волос нет. Поэтому хом-клуб. Я полагаю, что у кого есть волос, надо с собой брать. Так. Ой, простите. О, господи. Здесь это щетки зубные. Вот их достаточно. И, соответственно, мыльно-рыльные и все остальные. Розетка, мыло дополнительно. Вода. В общем, все работает. И большое вот такое зеркало. Ну, площадь просто, знаете, меня радует. Вот я считаю, что вот так должно быть и в новостройках, то есть в современных проектах ванны и комнаты не должны быть менее 4,5 квадратных метров. Поднимаемся наверх. Лестница нормальная. То есть здесь можно и после того, как хорошо отдохнешь вечером, так, посмотрим комнату, потом остальную, значит, пройтись. Здесь самое, наверное, крутое место. Второй этаж. Здесь зона отдыха. Два кресла. В шахматы можно поиграть. Журнал у меня. Столик, зеркало, красивая вешалка. Ну, вот все аналогично. В смысле, ну, вот реально круто. Мне очень нравится вот эта комната. Это мастер-спальня. Два окна и свой собственный санузел. Отсюда, кстати, хорошо видно купель и вот баня, которую нужно заказывать отдельно. Вот это уже лес. Напитки. Здесь потолки, кстати, выше. Обращаю внимание, свой санузел, но вот душевую здесь они не сделали. Возможно, сделать, потому что вот тут дополнительно, смотрю, есть и видно под него выходы. Смотрите, как красивенько. Вот такая модная раковина. Тут для девочек зеркала, чтобы смотреть, прихорашиваться. Тоже вот зубные щетки. В наборе здесь, соответственно, мыло. Шторы вот такие прикольные. Помню, у меня тоже когда-то дома были, а коты ими играли, не запутывались. Был просто трендец. Ну и, соответственно, вентилятор. Все в плитке. Тоже очень большая площадь. Выходим мы с вами отсюда. Там, кстати, еще и розеточный груб достаточно. А фумигатор тоже здесь есть. Вот я никогда такого не видел в наполнении. Включаем свет. Проходим. Обратите внимание вот на эту зону. Зона отдыха. Блин, просто крутяцки сделана. Такой стол. Ручной видно на сборке. Таких нигде не видел. С куском ламината. А телевизор. Непонятно только где. А, пульт. Вот он все вижу от телевизора. И у нас тут три окна. Два глухих. Одно открывается полностью и на проветривание. Сверху вот виден, вот он сейчас, вот здесь за березкой заезд-выезд. И здесь достаточно большая парковка и территория. Сейчас мы тоже выйдем с вами, посмотрим, где, соответственно, будут завтраки и где будет, соответственно, все остальное. Ну, в общем, мне здесь нравится. Вот когда переночую, будет еще понятно, я еще досниму, чтобы понять, вообще выспался я здесь или нет. Ну, вообще, в принципе, друзья, в каркасниках это самое лучшее. Вот когда в доме ты высыпаешься, это дерево. Потом идет газоблок и, соответственно, все остальное. А у нас-то здесь еще и теплые полы. Ничего себе! Мангальная зона. Первый раз вижу, чтобы у мангальной зоны был огнетушитель. Есть урна, вот такие кадушечки, какие-то деревца, кустики. Мангал хороший, добротный. Тут прямо у забора, конечно, было бы лучше, если бы он стоял чуть-чуть в стороне. Можно и с одной, и с другой стороны подходить. Тут у них, знаете, здорово, что есть все. Есть сетка. А, нет, сетка, подожди, сетка это моя, да? Да, это моя сетка. А, в общем, получается, есть кочергай и махала. Все остальное мы привезли с собой. И вот это тоже привезли с собой. Но я не любитель. Курить, считай, вообще вредно. Итак, идем с вами, друзья, прогуляемся по территории. Здесь в базу два заезда. Вот он, один заезд. И дальше мы пройдем, будет второй заезд. Видно, что здесь строится. Дом из калиброванного бруса строят. Шикарный воздух. Здесь прохладно. 26 градусов сейчас. Баня. Здравствуйте. Которую нужно заказывать заранее. Есть вот такие домики, называется, что тут, Вишня, Прованс. Такие, знаете, как номера в гостинице. Территория ухоженная. Из камня вымыстили вот такую дорожку. Как солнышко так красиво светит. Причем, обратите внимание, что большое количество мангалов. И где посидеть. Такая садовая мебель из пластика. Территория вся огорожена забором. Вход, выход, заезд, вы свободный. Гамак тут видим. Ага, вот это кафе. Я так понимаю. Ох, как запахло вкусно. Это похоже не кафе, это похоже для персонала. Фонтан есть. Слышите, как шурчит. Ох ты, какой купол-то классный. Трава красивая. Мне кажется, кстати, на востройке есть такие газоны. Одно название. Ох, закрыто. Блин, ну прикольно. Это очень модная тема. Смотрю, понимаю, что это летнее. А, шары такие. Помню, где-то на востройке видел такие шары. Кто вспомнит название, пишите, друзья, в комментарии. Одесская площадка, качельки, горочка. Где для родителей посидеть. Там дальше мангальная зона. Павлинчик. Фонтан. Смотрите, какая красота. Вечером можно пройтись. Прогуляться, посидеть здесь. Дома, кстати, такие современные. Интересно сделано. Вечером загорается фонаре. Освещение есть. Есть местные кошки. Вот озеро, вот туда. Минут 15 идти. А второй заезд, выезд. Вот он, ресепшн. Где мы с вами были. Слушайте, мне вначале показалось, что территория тут маленькая. А тут территория такая. Приличные у них друзья. Теннисный тут ствол, смотрю, стоит. На какие-то мероприятия проводить. Вот эти прикольные домики. Сейчас модно такая тема пошла. Тоже прикольная своя зона. Мангалы, гамаки. Представляю, как прикольно. Он, наверное, одноэтажный. Возможно, там сверху спальное место есть, не знаю. Еще вот такие домики. Классно, что у них окна очень большие. Ну, тут даже, смотрите, есть, можно эту печку затопить, каминчик. Тут домики. Причем, кстати, они все не плотно. Приличное расстояние друг от друга. Приятная территория. Дорожка вот такая немножечко. Не знаю, нафига не асфальт здесь какое-то время назад положили. Я вообще бы этого не делал. Может, на природе. Так, вот еще шатры. Это вот я смотрю, свет горит. Рабочие, значит. Фонтан. Озеро дальше. До него пройдем. Тут двухэтажный домик. Блин, классное место. И, кстати, недалеко. Получается, за сколько? За час двадцать, за час тридцать мы доехали. То есть, не так-то и долго. Правда, днем выезжали, в пятницу. Но все равно было плотно. Похоже, у них здесь кто-то живет. Вот видите, домик для уточек или еще кого-то. Такой пруд они сделали. Блин, шатры, конечно, круто. Ох ты, смотрите, друзья. У них здесь ресторан. И у ресторана, напротив ресторана, есть вот такая площадка. Среди сосен. Смотрите, какая красота. Блин, красавчики. Посидеть и на качельках покататься. И все не заставлено. То есть, такое нормальное расстояние. Интересно. Остальная территория, смотрите, как в горку высоко поднимается. То есть, такой крутой подъем, наверное, градусов 25-30. Так, где-то тут вход интересный. Интересно посмотреть, что в ресторане. Ресторан сейчас закрыт. А, 18 часов 21 минута. Теперь понимаю, почему администратор спросил, пойдете ли вы в ресторан. Видно, отпускают персонал, либо еще что-то там готовится. Ну, в общем, завтра утром посмотрим, что у нас на завтрак. Завтраки входят в стоимость. Кстати, наша подруга на Яндексе нашла шикарную скидку. 30 процентов. Мы поэтому сюда и приехали. Так, ну что, пойдем смотреть вот эти крутые шатры. Смотрите. Это очень модная тема. О, закрыто все. Свет горит. Столик на четверых. Свечки. Прикольно. Я, кстати, видел только всегда на фотографиях. Вживую еще такого не видел. О, красота. Молодцы, что сделали везде указатели. Вот указатель озера. Вот указатель озера. И мы, соответственно, друзья, к нему с вами идем, чтобы посмотреть на воду. И вообще засеющий маршрут, сколько до него идти от домиков. Дорога вот такая, лесная. Для удобства сделали, соответственно, чтобы никто не падал. Было проще подниматься вот такие мостики. Вот, видите, сколько влаги. Мы же в низину спускаемся. Ух ты, валун какой. После вот таких мостиков у нас, соответственно, папоротник пошел. И вот все мы вниз-вниз идем. Да, наверх тяжелее будет подниматься, чем спускаться вниз. А вот, друзья, сама деревушка. И вот там уже за ней будет озеро. Смотрите, какие дома интересные. Местных жителей впереди видны. О, сорока полетела, что ли. В этой деревне дом деревенский с участком 6 копейками соток можно приобрести от 11 миллионов рублей. Здесь достаточно такие нормальные цены. К примеру, земельный участок в 10 соток вам обойдется от 5,5 миллионов рублей. Но участок большой. Место, понятно, ценится, потому что здесь озеро, доступность, хорошая дорога. А здесь, обратите внимание, какая тишина. Вот уже и озеро впереди, а тут пляж виднеется. Идемте скорее смотреть. Озеро-то большое. Эх, солнце прямо в камеру. Видно плохо, конечно. Ну, классно то, что здесь есть такой небольшой пляж. Пляж, зона отдыха. Вот такой здесь заход. Песочек тут с землей. И, обратите внимание, люди здесь метров, наверное, 15 от меня. И тут мелко. Поэтому много детей. А кто из вас помнит вот такие колонки? Как они работают? У нас земли вниз. А, земли вниз? О, офигеть. И вода пошла. Круто. Смотрите. У-ху-ху-ху. В общем, у кого в детстве такое же было, ставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Есть, смыть, какие почтовые ящики. Блин. Советская эпоха. В общем, здесь ароматы. Яблоко, хвойный лес и что-то еще. Очень вкусно пахнет. Яблоки, смыть. О, так много их здесь. Капец. Круто. Видно, что, кстати, здесь остались еще старые деревенские дома. Где кто-то их модернизировал, обшел сайдингом, сделал крышу. Где-то видно такие, знаете, больше на садоводство это похоже. Но это, друзья, деревня. Причем достаточно старенькая. Смотрите, сколько яблочек. Сейчас попробуем. Кислой трындец. Подниматься достаточно в крутую горку. Учтите это. Будут ли у вас силы потом пойти наверх. Либо можно на автомобиле подъехать прямо к озеру. Итак, друзья, всем, вернее, нам доброе утро. Вам не знаю, добрый вечер, добрый день. Мы сегодня с девочками и мальчиками были на завтраке. Завтрак нормальный. Такой, знаете, обычный. Каша, яичница. Что там были? Сэндвичи с ветчиной и сыром. Потом, как эти штуки называются? Сгущенка ты брал? Блинчики. Оладьи со сгущенкой. Сметаной там на выборы или там джемом, да? Что там еще было, кроме яичницы и омлет? И омлет. Порция, значит, порция была... А, еще была... Сухой был завтрак. У меня сын взял сухой завтрак и еще доел мою кашу. То есть вы должны понимать по объему порции. То есть на взрослого человека, даже на ребенка, ее очень мало. Сыну 8 лет. Съел, получается, свою порцию папину. Я ел сэндвич. Он такой был... Если бы не помазали чем-то внутримайонезом, было бы, наверное, лучше. Завтраки такие были мощные, что придя в домик, через 50 минут мы начали готовить снова еду. А, в общем, по поводу, друзья, завтраков. Очень небольшие порции. Даже ребенок не наелся. И плюс обслуживание. 50 минут от прихода, передачи заказа, который постоянно путали, по 100 раз переспрашивали, до того момента, как нам это, соответственно, все принесли. А яичница не у всех была горячая. У кого-то она была холодная и, знаете, такая с соплями. Я вот такой, честно, не очень. Но, в принципе, вот у меня каша была нормальная, хлопья тоже были нормальные. Что у нас еще не так было? Что? Лички не наделанные. Неналаженные процессы и нехватка сотрудников. Очень жалко терять с утра большое количество драгоценного времени на то, чтобы просто по завтракам вместо 10-15 минут мы там провели. Вот я провел 50 минут. А ребята провели больше часа в ожидании своей еды. Ну, это реально какой-то трындец. Вы, кстати, вы спали здесь, нет? Понравилось спать или нет? Нормально. Нормально, да. То есть не сказать, что супер, да? Ну, не жарко, не холодно, нормально. Не, ну спали хорошо, не просыпались. То есть там подушка удобная. Не, не, нормально. Вот диван, точнее, куда хорошая. Вот, мне тоже все понравилось. То есть он такой мягенький, все хорошо. Подушка мне нормально устроила. То есть все нормально. Мы выспались. Причем мы чувствовали себя очень хорошо. Нюанс у нас какой, значит, возник. Девочки заметили, когда приехала вторая наша группа в эту прекрасную базу отдыха для отдыха. Девочки отметили, что у, соответственно, базы в описании самого большого дома, в котором мы остановили 240 квадратных метров, написано, что и на первом, и на втором этаже есть душевая. Но на первом этаже она есть, а на втором, кроме раковины и санузла, нифига нет. Еще было написано, что есть стиральная машинка. Но вот я ее не увидел. Вы видели стиральную машинку? Вот то же самое. А так, в принципе, по оснащению здесь все хорошо. Дальше, значит, у базы достаточно большая площадь. Но при этом вот где-то погулять, что-то такое. Ну, тут вообще дальше домика уходить не хочется. Для детей развлекухи нет, потому что там есть горка и качели для самых маленьких. У меня сын вообще сказал, что, блин, я буду в телефоне сидеть, потому что здесь даже негде походить, негде полазить. То есть ничего такого нет. То есть сделано для маленьких детей, для более там среднего возраста и подростков. То есть здесь вообще, в принципе, нифига нет. Но зато можно вот вдоль деревни проехать, где уже большое количество различных новых домиков строится. Едем в пятерочку. Пятерка здесь или магнит? Магнит. Посмотрим, сколько по времени займет магнит, потому что до озера примерно я шел, наверное, 10-15 минут. И дорога до озера, если идти пешком, то она такая, так себе. Вы сами это видели на своих экранах. Приехали мы в магнит. Вот он такой обычный поселковый, с большим количеством стокола. Не удивлю, что здесь раньше был советский магазин. Вот, смотрите, в деревне какие построечки есть. Ничего себе. Пошли смотреть. Вон, тузик здесь лежит, спит. Охраняет. В общем, обычный магнит, в котором есть все. Сколько мы ехали? Минут 5-7. 7 минут ехали до магазина. Так что, если что, можно сюда подъехать и докупить все, что нужно. Выбор, конечно, здесь. То ли все разобрали, то ли, возможно, просто людей не так много, поэтому нет объема. Зато, смотрите, пельмешек сколько много. Здесь у нас сцены. Баня на дровах 3 500 рублей 2 часа. Недорого. Веник, горячий купель. Аренда велосипеда. Велосипеды есть, кстати, поставлены. Колян вместе с табаком и углями. Настольный теннис. Колян у них есть в ресторане. Уголь для мангала, средства для розжига, дрова. В их ресторане, как и я понял, работает вообще один повар, больше никого нет. И помогала в пятницу, помогала повару на раздатке администратор. В субботу помогала какая-то другая девушка. Видно, дополнительно пригласили. Стоимость домиков. Вот если бы не наша 30% скидка, то, конечно, цена эта была бы просто очень дорого за то, что мы здесь были. Ну, вот видите, например, смотрите тоже. Хабка дров 300 рублей. Уголь для мангала 200 рублей. Рожек 150 рублей. А теперь давайте посмотрим, за сколько это продают администраторские. Мы зашли с вами на ресепшн. Здесь есть отдельно дрова, вода, розжиги, какие-то напитки. Ну, кстати, не так далеко. Здесь есть и магазин «Пятерочка». Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok